Часто возникает ситуация, когда после выборки основных элементов, необходимо, например, по свойству привязки этого элемента, добавить к нему какую-либо дополнительную информацию, содержащуюся в другом элементе. В этом случае первым решением является сразу достать нужный элемент в цикле обработки исходного элемента. Такая организация логики приводит к появлению одного дополнительного запроса в базу данных для каждого исходного обрабатываемого элемента. При этом заход на страницу вызывает большое количество запросов, что в конечном счете, при большой посещаемости сайта, может привести к ситуации, когда база данных будет не справляться с обработкой такого количества запросов. Рассмотрим следующий пример. Вывести список новостей и для каждой новости по свойству привязки вывести товар. Новости и товары — это отдельные инфоблоки. Новость привязывается к товару через свойства Product ID. Для вывода используется стандартный компонент Bittrex News List. Для него подключается свой шаблон с файлом Result Modifier. Для выявления этой ошибки можно использовать стандартную отладку Bittrex. Так как компонент Bittrex список новостей полностью кэширует страницу, то в настройках компонента для наглядности было полностью отключено кэширование. Давайте включим отладку. Теперь посмотрим результаты выполнения страницы. Для компонента список новостей было произведено более 150 запросов в базу данных. Время генерации компонента — более полусекунды. Давайте посмотрим на код страницы. Вот код файла Result Modifier, реализующий рассмотренную ранее логику. Для каждой новости по свойству Product ID достается один товар, привязанный к этой новости. Как можно оптимизировать этот код? Для этого вынесем блок GetList о получении информации о товаре из цикла. Вместо этого заведем массив, который будет содержать себе ID при всех привязанных товарах. И немного изменим блок GetList. Укажем получить собранные массивы в качестве фильтра. И их заменим на While. Теперь перейдем на страницу, где подключен оптимизированный Result Modifier. И включим отладку на этой странице. Как видно по результатам, количество запросов уменьшилось на 50, как и предполагалось. При этом уменьшилось время генерации самого компонента. Таким образом, при небольших изменениях в коде удалось добиться увеличения производительности некэшируемой страницы, а также заметно уменьшить количество запросов в базу данных. Продолжение следует...